Здравствуйте, приветствуем вас на канале Европлант Лайф. Сегодня у нас вновь в гостях Сергей Чубаров, кандидат биологических наук, специалист по прудам, по прибрежным растениям, по оранжереям, по зимним садам. Очень интересная узкая специализация, поэтому у нас много вопросов, кое-что мы даже выписали. И сегодня мы поговорим в первую очередь о прудах. Сергей, привет. Добрый день. Да, ты знаешь, я хочу, чтобы у нас была с тобой сегодня не такая длительная беседа, к которым ты привык, потому что ты, я знаю, читаешь очень много лекций, вот, и привык общаться в формате полтора-три часа. Люблю поговорить. Да, видишь, у нас, к сожалению, такой формат ютубовский, когда надо отвечать кратко по делу, практически как в передаче «Что, где, когда», немножечко у нас будет такой блиц. Потому что вопросов много, времени мало, да. Поэтому давай мы с тобой пробежимся по каким-то основным темам, а если у наших зрителей будут какие-то вопросы, которые мы не зададим, они тебе их напишут, и я вновь буду с нетерпением тебя ждать в гостях. Согласен? Конечно, конечно. Тогда, слушай, у меня первый вопрос, как у человека, который периодически задумывается на тему того, завести ли у себя на участке пруд или нет, сколько стоит пруд? Ну, пруд стоит столько, сколько вы можете себе позволить. Дело в том, что, ну, я считаю, миф существует, что пруд – это очень дорогое приобретение. Действительно, большой пруд потребует и времени, и затрат, и, может, каких-то неудобств. Но небольшой пруд может сделать себе каждый. Если вы готовы сами выкопать некий котлован, можно купить самые дешевые гидроизоляционные материалы. Ну, например, выпускается полиэтиленовая пленка водяной. Она, в принципе, очень такая, чуть голубоватая, очень похожа на полиэтиленовую пленку для теплиц, которую все мы знаем, и которая действительно дешево стоит, да. Только, единственное, в ней больше пластификатора. Она скорее тянется, чем рвется, и предназначена специально для водоемов. Ею можно ваш котлован гидроизолировать. Единственное, что эта пленка боится ультрафиолета. За несколько лет она, через несколько лет, скажем, она начнет трескаться, та часть, которая над водой торчит. Поэтому ее обязательно надо прикрыть каким-нибудь геотекстилем или нетканным материалом черного цвета. Года на три, а может быть, даже на пять этого хватит. То есть, фактически мы получим прут по цене просто пленки. Да. То есть, мы выкапываем яму, делаем гидроизоляцию, у нас уже как бы... Но мы будем, конечно, ограничены шириной этой пленки, или нам ее придется спаивать, что уже как бы требует... Уже сложнее, да. Да, оборудование. Но, тем не менее, это возможно. Вторая возможность получить очень дешевый прут – это так называемые галоши. Как их ландшафтные дизайнеры пренебрежительно называют. То есть, это готовые формы пластиковые, которые нужно купить, привезти и вкопать. Сложность здесь, скорее, в том, чтобы привезти. Потому что это пластиковая форма, жесткая, да. Хочется обычно побольше купить, а уже в машину не влезет. На багажник, если слишком большая, тоже не прилепишь. Приходится заказывать грузовую машину, чтобы доставить эти формы. Сейчас они, правда, часто продаются в виде двух или трех частей, которые надо промазать клеем и собрать уже на участке. Тогда можно побольше размером купить. Ну вот, пожалуйста, вам вот такие варианты. Они позволят дешевый пруть сделать. Прекрасно. И второй, наверное, самый частый вопрос, который задают люди. Не станет ли пруд источником комаров на участке? Да. Пруд и комары – это действительно то, что очень часто людей пугает. И из-за чего они пруд все-таки не делают. Даже маленький. Очень кратко ответить постараюсь. Дело в том, что комары не откладывают свои яйца в обжитой водоем. Там, где есть движение воды, это их вообще не устраивает. Они только в стоячую воду откладывают яйца. А тот пруд, который просуществовал уже хотя бы три недели, их не устраивает, потому что там очень много врагов для их личинок. Например, это личинки стрекозы, которые реально ловят. Это страшный хищник, как и взрослые насекомые, которые ловят вот эти личинки комаров, с удовольствием им питаются. Каким-то образом комары уже чувствуют, что этот водоем заселен, и туда яйца не откладывают. Скорее всего, вы найдете личинок комаров в какой-нибудь консервной банке, которую выкинули, она лежит под кустом, там, не знаю, в половинке резинового мячика, куда набирается вода, в бочке для полива, которую вы там две недели не трогали и так далее. Чем в реальном обжитом пруду. К тому же всегда можно завести туда, посадить рыбок каких-то очень выносливых. Самое простое, конечно, это карасей, можно там ротан-головешка. Эти рыбы могут жить в водоеме, который даже промерзает до дна, если там есть хотя бы 10-15 сантиметров ила или песка, чтобы они могли зарыться. Ну вот прекрасно, да, потому что вопрос легкоуходности пруда, он тоже такой, мне кажется, объемный, невозможно ответить однозначно. Можно ли сказать, что пруд может быть легкоуходным? Ну, может быть, конечно. Надо понимать, что пруд может быть вообще контейнерным. Есть же у нас контейнерное озеленение. Можно сделать мини-пруд буквально в какой-нибудь красивом контейнере, в красивой бочке. Если там в диаметре, например, есть уже 60 сантиметров, туда вполне можно поставить какой-нибудь сорт карликовой кувшинки. Вот это пространство, 60 сантиметров, уже будет достаточно для нее. Посадить еще какой-нибудь горшочек с прибрежно-водным растением. Вот маленький водоемчик. Естественно, что он малоуходный. То есть, грубо говоря, полиэтиленовая бочка для сбора воды может в закопанном виде... Бочка будет некрасивая, да. Если только вот ее закопать, как-то декорировать. Но лучше керамические купить красивые. Ну, керамическая несколько дороже, например, если потренироваться на пластику. Говорили, да. Да. Ну, тем не менее, да. Ну, туда уже можно заселить, собственно, и тех же самых карасей и посадить уже нимфею. Ну, в такой маленький водоем лучше карасей не заселять. Это уже будет мучение, издевательство над рыбками. Тут все-таки фактор объема будет действующий. А вот нимфею, да, можно. Ну, мне кажется, что нимфея одна из главных поводов завести пруд. Ну, на зиму, да, лучше все-таки даже карликовую кувшинку, конечно, из такого маленького водоемчика вытащить и поместить на зимовку куда-то. Либо в колодец, например, можно поставить. Можно поставить в подвал. Если у вас есть теплый подвал, вот это, кстати, тоже частый вопрос, который задают люди, когда заводят пруд, сажают кувшинки. Можно ли их хранить в подвале, да? Если у вас в подвале температура зимой ниже плюс 10 градусов, да, и не падает ниже нуля, то вполне можно там оставить кувшинку на зимовку. То есть это вот вполне достаточно от нуля до плюс 10 для того, чтобы... Да, температура. Лучше где-нибудь в районе плюс 5, плюс 4, это вообще будет идеально. Если такая температура есть, то прекрасно. Если нет, еще одна возможность в колодце. Прекрасно, давай тогда вернемся к нашим кувшинкам, потому что, да, как я уже сказал, это один из основных поводов завести пруд. Их слишком много. Как разобраться, вот виды и сорта кувшинок, как отличить те кувшинки, которые у нас будут хорошо себя чувствовать, от тех, которые у нас категорически будут капризничать, скажем так. Ну, тогда здесь хорошо, конечно, не только разговаривать, но и показать какие-то фотографии, чтобы людей сориентировать. Но если очень кратко, опять же, то прежде всего все кувшинки, всех представителей рода кувшинка, рода нимфея, можно разделить на две категории. Это тропические и кувшинки нашей средней полосы, или еще их называют зимующие кувшинки, или корневищные. Подземные органы в этом случае очень позволяют резко и просто отличить их. У тропических кувшинок у них клубень, то есть округлое или вытянутая такой картошечкой образование, да. А зимующие кувшинки имеют длинное, более или менее удлиненное корневище, которое располагается горизонтально или чуть под углом. Для наших прудов, для нашей средней полосы надо покупать все-таки корневищные кувшинки. Тропические кувшинки, если лето жаркое, тоже могут у нас расти, даже могут зацвести. Но, дай бог, они один, если очень повезло, два года у вас просуществуют, потом погибнут. Потому что очень часто летний сезон у нас настолько холодный, настолько мало солнца, что они просто не успевают за этот сезон набрать достаточно крахмала в свой клубень, чтобы перезимовать и стартануть на следующий год. Так что, пожалуйста, покупайте только корневищные, вот такие вот вытянутые. Ну, то есть обращать на внешний вид не нужно, то есть даже корневищные кувшинки могут быть и красные, и махровые, достаточно крупные. Да, в принципе, любые корневищные кувшинки сорта у нас будут жить. Другое дело, что какие-то из них более устойчивы, легче переносит наш климат, а какие-то растут у нас с большими сложностями, иногда почти не цветут. Здесь уже нужны характеристики отдельных сортов, и если мы их сейчас будем перечислять, то это очень долго. Будет интерес у слушателей, у зрителей, пожалуйста, можно... Может, есть какая-то одна кувшинка для начинающих, с которой стоит начать? Самая беспроблемная? Самые беспроблемные сорта кувшинок – это те, которые в самом начале своего, так сказать, творчества вывел Борис Латур Морляк, самый известный и самый первый селекционер кувшинок. Они имеют в своем названии слово «морляция». Морляция Корнея, морляция Розе – это две розовые кувшинки, и к ним еще можно добавить морляция Альба, последняя с белым околоцветником. Вот эти три сорта самые выносливые, самые крепкие, самые беспроблемные. Они даже могут цвести в полутени, в то время как практически все остальные сорта требуют полного солнца в течение не менее шести часов, чтобы они нормально цвели. Так что вот это очень... Они очень красивые. Корнея у него такой бледно-розовый цвет, но как будто вылеплена из фарфора, как будто светится изнутри. Они, в принципе, приятные кувшинки, при этом вот настолько выносливые. Ну и немаловажный тогда вопрос агротехники, потому что не совсем понятно, как обращаться к этим растениям, которые живут глубоко в воде. Надо ли его кормить? Надо ли проводить какие-то профилактические обработки, вредители? Вот давай начнем с кормежки. Да, ну мы отсняли материал о том, как посадить кувшинку. То есть, действительно, вы купили маленький горшочек. Ясно, что надолго и кувшинку в этом маленьком горшочке лучше не оставлять. Она очень скоро будет голодать. Кувшинки вообще очень любят органику, очень любят поесть. И тогда только хорошо растут и хорошо цветут, что для нас особенно важно. Ну, как ее посадить, мы показали. Мы, в принципе, ввели в состав грунта не только глину, которая все это консервирует, но и целый ряд питательных веществ, питательных добавок. На два года этого вполне хватит. Через два года желательно кувшинку пересадить. Она будет голодать, во-первых. А во-вторых, скорее всего, уже дорастет корневище и упрется в стенку нашего контейнера. А то еще и перевалит. Дело в том, что когда корневище переваливает через нашу емкость, корневище начинает голодать. Потому что всасыванием питательных веществ занимаются в основном молодые корни. Они находятся, естественно, около точки роста на конце корневища. В этом случае они повиснут в воде, упрутся в гидроизоляцию и не смогут получать питательные вещества. И будут голодать, резко уменьшится размер листа и перестанет появляться бутон. То есть перестанет цвести кувшинка. То есть, грубо говоря, мы кормим кувшинку, когда ее сажаем. А потом мы ее через год, два, три достаем. Да, и пересаживаем, опять делим. И опять кормим. Если вдруг сложилась такая ситуация, что по какой-то причине не хочется вам пересаживать кувшинку, она не доросла все-таки еще до краев контейнера, а видно, что уже цветов стало меньше, надо все-таки ее подкормить, то мы вытаскиваем контейнер, делаем проколы такой заостренной палкой. И аккуратно все те удобрения, про которых я говорил, когда мы ее сажали, аккуратно туда засыпаем. После чего заравниваем вот так вот нашу образовавшуюся вмятину, дырку, чтобы глиной опять сверху это было покрыто и опять законсервировалось, осталось там. Ну, корни найдут то, что мы туда подсыпали. Ну и вопрос, когда? Да, как временная мера это поможет. Когда лучше все это делать? В течение всего периода вегетации. Но в основном, конечно, подкормка нужна весной, когда идет. Тогда она больше всего скажется на состоянии нашего растения, у нее увеличатся листья, появится больше бутонов. Так что, конечно, в начале вегетации. Так, прекрасно. Значит, это можно совместить с тем, что когда мы ее вытаскиваем из-за укрытия, того же самого подвала, заодно ее можно сразу же посадить, пересадить по торгам. Еще один вопрос, который мы не обсудили, который действительно часто задают, это все-таки как зимовать кувшинку даже в таком обычном, среднестатистическом, достаточно глубоком пруду. Дело в том, что, конечно, кувшинки могут зимовать и вмерзая в лед, то есть могут остаться на мелководье. Но я бы этого не рекомендовал. Дело в том, что не все экземпляры это выдержат, вот такое вмерзание в лед. Во-вторых, есть сорта кувшинок более чувствительные к промерзанию. Это, прежде всего, желтоцветковые кувшинки. Это многие современные сорта, например, темно-красные, почти черные кувшинки. Там два сорта, almost black, переводится как почти черный, да, и black princess. В них уже настолько много тропических генов введено селекционерами, что они очень чувствительны к условиям зимовки. Вот такие вот кувшинки лучше поместить достаточно глубоко, ниже уровня промерзания. Но я и все остальные бы советовал все-таки помещать на такую глубину. Тогда больше шансов, что они у нас нормально будут расти и развиваться. Что значит ниже промерзание? Это значит, что в наших условиях, в условиях современных зим, чтобы точка роста, то есть наше корневище, да, кувшинки, находилась ниже уровня льда. Достаточно 60 сантиметров, то есть если сверху от корневища до поверхности воды у нас глубина 60 сантиметров, это вполне будет достаточно, чтобы кувшинка не вмерзала в лед и хорошо перезимовала. Прекрасно. Так, тогда у меня остался по поводу кувшинок еще один, достаточно может быть странный, но тем не менее вопрос, который я периодически встречаю. По поводу сеянцев кувшинки и ее инвазивности. Потому что очень многие высаживают кувшинки в естественные пруды. Желаю, ну, тем самым как бы украсть. У нас в Ленобласти в каких-то интересных местах, я видел фотографии, можно увидеть те же самые и красные махровые кувшинки. Мне хотелось бы узнать адрес этих самых... Самому, да, выглядит прекрасно, но насколько это опасно для нашей природы раз, и действительно ли вот эта гибридизация и сеяние этих кувшинок в сочетании с теми, которые у нас растут в природе? Да, вопрос неожиданный, конечно. Действительно, очень хотелось бы самому посмотреть. Но дело в том, что если в прудах, то пруды это уже искусственные водоемы, созданные человеком. Если в озерах, то вот тогда как бы можно говорить об инвазивности, да. Действительно, иногда сортовые кувшинки все-таки дают плоды и семена. Я, правда, не встречал или очень редко встречаю случаи, когда они полностью возревают, так чтобы потом эти семена были выполнены, как говорят, чтобы они прорастали. Несколько раз я пытался их проращивать, вот это не получалось у меня. Но, допустим, удалось, хорошее лето было, вызрели семена. У нас северный регион, фактически у нас уже самый север распространения вот даже корневичных сортовых кувшинок. И они здесь достаточно сложно выживают. У нас часто бывают такие вегетационные периоды, когда очень много дождей, мало солнца, низкие температуры, вода плохо прогревается. Я не думаю, что этого стоит бояться. Скорее всего, без поддержки человека в природном водоеме эти сортовые кувшинки просто погибнут. Ну, то есть пугаться этого не стоит. У нас сейчас очень много этих разговоров по поводу различных инвазий. Понятно, да. Но в данном случае это не настолько агрессивное растение, чтобы его стоило бояться. То есть, в принципе, можно немножечко пошалить. Заняться таким партизанским садоводством. И высадительные красивые феи на берегу озера Ленинградской области. Сережа, ну и последний вопрос, на котором я затрону, но я думаю, что мы поговорим об этом отдельно. Это биоплаты. Потому что для многих тоже важно, что стоимость пруда, как правило, складывается еще из того, что он оборудуется достаточно сложной системой очистки. Надо сделать фильтрацию воды. Надо насыщение ее кислородом обеспечить. Надо еще что-то, еще что-то. Течение, потоки. И есть такая вещь, как биоплата, которая все эти работы, она немножечко как бы удешевляет. Но не совсем понятно, что это. Ну да, но биоплата сама тоже стоит денег. В принципе, биоплата это всего лишь некая часть водоема, в которой создается, строится как бы небольшой бортик, засыпается, укладывается шланг на дно, засыпается щебень сверху. Обычно несколько фракций, например, вниз крупный щебень, сверху мелкий, иногда сверху еще и песок сыпят. И в дальнейшем туда сажаются выносливые, крепкие растения. Что это дает? Насос поставляет из основного водоема воду. Она проходит по этому шлангу. В нем много-много-много дырок, отверстий. Значит, она более-менее равномерно выходит. Проходит через слои щебня. То есть более крупный, потом более мелкий, потом, возможно, и через песок. Происходит фильтрация раз. И плюс вода встречает на своем пути корни прибрежно-водных растений, которые активно поглощают оттуда органику. Потому что сидят они в таком пустом грунте, как песок и гравий. Есть им нечего. Они активно впитывают из воды питательные вещества. То есть люди, которые имеют пруд с биоплата, они могут не использовать химические вещества для очистки воды. Это происходит с помощью растений и тех бактерий, которые поселяются на фильтрующем материале этого биоплата. Сергей, спасибо тебе большое за очень интересный разговор. Я надеюсь, что нашим зрителям эта тема понравилась. Они услышали ответ на какие-то свои вопросы. И в том числе про ту же самую биоплату. Я думаю, что, может быть, нам стоит поговорить отдельно, рассказать про те растения, которые у нее сходят. Как создать своими руками и возможно ли без помощи привлечения постороннего специалиста это сделать. Может, ты поделишься какими-то секретами и лайфхаками. Ну тогда надо точно больше времени. Потому что очень много деталей, очень много каких-то моментов, которые надо рассмотреть. Пусть решат зрители, да, интересная эта тема. Если интересно, пожалуйста, вопросы задавайте. Все, на этом мы с вами прощаемся. С вами был Сергей Чубаров на канале Европлант Лайф. До свидания. До свидания, спасибо за внимание. Субтитры подогнал «Симон»!